Девочка-пай Америка ездила на попрыгунах довольно часто, но в Америке единственное правило сохранить жизнь. И это даже не Япония, и это даже не Европа, и даже не Азия. Америка прекрасно понимает, что на ее территории можно и правильно распоряжаться миллиардами американцев. И поэтому, господа, каждый год несколько десятков тысяч человек могут, выиграв грин-карду, туда приехать. Поэтому Америка, по сути, смесь всего мира. Качественная смесь. В Америке можно и реально завести ни одного ребенка, и Америка их прокормит. Да и в Америке не без уродов. И банки там... Ага, вот банки там первыми и слили криз 2008 года. Теперь, по сути, американцам глубоко насрать на весь мир. Они живут практически в тропиках. И если что, то, то путешествия по ихней стране, и они видят в разы больше, чем мы. Там шикарен внутренний туризм. Америка, я-то видел, это куль, а мы, извините, сакс. Поэтому не надо путать и хуя правительство с ихней жизнью. Срали бы они на свое правительство большую кучу. Я это видел. Теперь маленький нюанс. Америка финансирует вас, но вы все это Америке и вернете. Ипотека, кредитные машины и, естественно, здоровье. Вот со здоровьем там виллы. Мы когда-то были коучи, а теперь только Турция, Индия и Китай. Ну и Израиль, естественно, для израильтян. Но супер, Куба. Почему я все это говорю на фоне Фреда? Становится более чем очевидно. А вы попробуйте водителя Фреда убить. Ну, можно без головы заехать в мост для малолетражек. А так, да хер там. К слову, о ихних размолотках. Ю.С. размолотки не на 50 километров. Это для Европы. Там молотят машины на 90. Вот такие машины, по сути, брать-то и надо. Алло, гараж. Мы когда, россиян, ценить-то будем? Или 70 миллионов в раз нам не помеха? Так что ли? Ну, кто-то может сказать, что... Ну, в общем, не такой же большой автомобиль. Вот этот Фредлайнер. А я вам скажу, что этот подтянутый хлопец. Подтянутый, мускуристый хлопец. Ну, с такой невысокой кабиной. Он по мускулам, кстати, и по возможностям не уступает большекабинным Фредлайнерам. И под капотом здесь не уступающий в объеме двигатель. Тот, который мы прежде не видели. Под капотом здесь двигатель Катерпиллер. Те же 14 литров и 410 лошадиных сил. И вот именно эти автомобили предназначены, ну, преимущественно для городской эксплуатации или эксплуатации на небольшие расстояния. Еще эти кабины называют, ну, скажем так, дневными кабинами. Дело в том, что обычный Фредлайнер рассчитан на эксплуатацию с тремя пилотами. А по-другому и не назовешь водителей этих автомобилей. Потому что по количеству приборов, универсальных устройств и всего остального, ну, скажем так, ну, в некоторых случаях аэробус отдыхает. Ну, а тот, кто не знает, как работает механическая роботизированная коробка на Фредлайнерах, все очень легко. Просто выжимаете сцепление, доводите обороты двигателя, убираете сцепление, доводите обороты двигателя до 1200 и все включается. И вы поехали. Да нет, вы не поехали, вы полетели. Потому что мощности в американских турбодизелях настолько достаточно, ну, что вы спокойно пилотируете этот, ну, тяжелый крейслер на скорости до 110 км в час, кстати. И, ну, мне очень нравится, когда приходят люди и начинают там пальцы веером, сополим пузырем, типа, а чем вот американцы лучше Мазов и Комазов? Я сейчас объясню, а точнее расскажу, ну, тот, кто не помнит, я напомню, 92-й год, вышел на экраны фильм «Керминатор 2», помните такой? Вы так вот внимательно посмотрите. И тот самый Т-1000, который, ну, ездил там, пытался ухомыждать. Фредлайнер, кстати, помните, с астакадой прыгал там, носился, кабину сносил у него. Так, ну, то есть живучесть доказана. Но в этом уже 2007 году живучесть фредлайнера была доказана уже Брюсом Виллисом в фильме «Крепкий орешек 4». Тот, кто не видел, сходите обязательно или возьмите DVD, посмотрите. Так вот, в борьбе с F-22 Raptor или F-25, не помню. Ну, да, F-25, точно. Так вот, в борьбе с этим истребителем фредлайнер победил. Ура и да здравствует американская техника. Теперь, этот автомобиль с пробегом 398 тысяч майлзов, ну, это почти под 600 тысяч, стоит 1 миллион 380 тысяч рублей. И при этом, ну, следы эксплуатации присутствуют, но, опять же, это дневная эксплуатация, соответственно, спальник здесь еще и девственный. Поэтому, нет, 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 никого не заставляю лишить девственности здесь, это все-таки подсудное дело. А вот, ну, с кем-нибудь провести время и лишить девственности этот фредлайнер вам просто необходимо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok